Дорогие друзья, сегодняшнее видео мы начнем с загадки. Найдите кота. Маскировка уровень бог мистера кота. Ну что, всем приветики! У нас сегодня с вами макияжное видео, наконец-таки. Весна пришла, захотелось сразу краситься. Я собрала для вас три набора Крекина Косметикс, которые на сайте у нас сейчас активно продаются и покупаются. Во-первых, со скидкой, во-вторых, красивые упаковки, в-третьих, каждому урок по макияжу распечатанный внутри. А во-вторых, что важно, что это действительно очень простой будет мейк, который вам будет полезен, который будет помогать вам выглядеть классно в любой момент и плюс трендово. Короче, добро пожаловать в мою гостиную. Я меняю тут локации, потому что надоел мне гардероб, я еще переделала немножко свой гардероб, поэтому теперь мы с вами будем снимать, где придется, что я думаю тоже интересно. Ну что, поехали. Первый набор, вообще все наборы, они у нас вот в таких коробках, они очень красивые и очень функциональные. Вы потом их будете использовать. Не знаю, что хотите, там хоть чай храните, хоть гречку, хоть косметики свои туда складывайте. Потому что эта коробка неубиваемая, она прям очень прочно сделана. И помимо того, что она в принципе красивая, она еще и немножко символизирует всю эстетику Крекина Косметикс, потому что она похожа на банку с краской. Важно здесь небольшую отсылочку сделать ко всей философии Крекина Косметикс о том, что это краски для макияжа, мультифункциональные, которые вы можете использовать как в вашей душе угодно. Up to you, как говорят в Америках. Это первый набор, он называется Tender Lily. Сейчас можете определить, какой вы цветочек с этим набором. Tender Lily очень нежный, смотрите, какая здесь хорошенькая, милая девочка. Это вот ее Даша, одна из моих любимых моделей за бьюти. Открывая коробочку, вы также, Даша, увидите в огромной газете поэтапно, начиная от тона, прям целый мейк. Это очень удобно, у вас всегда будет памятка, там все я вам расписала, как, все, куда мазать. В общем, в этом наборе три продукта, в основном они уходовые. Это скраб и маска для губ. Почему? Потому что сейчас период демисезонный, и как бы мы красиво не хотели губы накрасить, если они не ухожены, они будут выглядеть просто, извините, можно честно сказать, они будут выглядеть уродские. Уродские будут выглядеть ваши губы, если они не ухожены, какой помадой их не красить. Но эту проблему очень легко устранять, потому что если вы будете относиться к губам так же, как к коже, и использовать продукты для ухода, они у вас вообще не будут сохнуть, у вас не будет вот здесь вот высыхать, у вас не будет вертикальных морщинок, потому что кожа будет постоянно напитываться и увлажняться, и обновляться благодаря скрабу. Мистер Кот, если ты сейчас что-нибудь пошевелишь, все сломается, конструкция сломается. Поэтому будь любезен, не хоти тут. Собственно, здесь, в этом наборе концепция какая? Вы делаете быстрый, очень свежий мейк одним продуктом. При этом используйте свой тон и свою тушь, и я надеюсь, что у вас в хорошем состоянии брови. То есть, вот когда мы говорим макияж, макияж это декоративная составляющая, то, что сейчас имеется в виду. Базовая составляющая макияжа это тон, тушь, брови. Это ваше. Мы добавляем вот сейчас красоту. Ну, я в любом случае сейчас и тон, и тушь нанесу, поэтому все посмотрите. Первое, что мы сделаем, это отшелушим губы с помощью скраба. Я не стала распаковывать, потому что у меня есть он распакованный. Хорошо помассируем. Если у вас есть время, например, вы отшелушиваете губы вечером, оставьте скраб на ночь. Все вот эти вот абразивные мягкие частички, они распустятся, растворятся, и просто у вас будет как хороший питательный бальзам на губах до утра, губы будут прям очень хорошо обновлены. Скраб этот очень мягкий, и его нужно использовать часто, потому что слишком абразивные скрабы, вот которые такие трешь и прям как наждачки, они повреждают кожу губ, тем более, что на губах, это же подвижная зона, всегда очень много мелких трещинок или каких-то повреждений, и очень легко жестким скрабом себе простым языком разодрать губы. А нам нужно их отполировать. Вот здесь вот эффект как раз-таки полироли, очень мелкого абразива, который просто полирует губы, не травмируя их, даже если есть ранки. Все частички в этом скрабе, они сферической формы, очень мягкие, у них нет острых углов, поэтому они катаются по коже, исключительно полируя ее. Если у вас есть возможность посидеть со скрабом, посидите. Мы уже будем с вами носить макияж, прям совсем другое ощущение на губах. А вот маску для губ. Откроем новую, потому что у меня одна закончилась, я вчера отнесла ее в офис, в этот вот скрученный тюбик, а мне важно, чтобы эта маска у меня в каждой косметичке и в каждой сумке была. Дырочку делаем в мебране, потому что там защита первого скрытия, и наносим. Маску можно использовать как бальзам, постоянно увлажняю губы, а также плотным слоем, прям действительно как маску, особенно если вы будете использовать ее на ночь, губы у вас будут как новые. Кстати, по поводу отнесла в офис. Приносите нам, если вы в Москве, свои использованные все упаковочки от конкретов или фиксит-спреев, или вообще любая тара, кроме на косметик. Мы ее собираем, сдаем, и вам, если вы приносите что-нибудь, даем скидочку на следующую покупку, поэтому обязательно приходите к нам в голубой домик и приносите пустые баночки. У нас уже там прям накопилось, красиво все это выглядит, вот когда будет прям большой объем, сразу это все уезжает в официальные места. Пока губы у нас пускай увлажняются, я нанесу фиксит-спрей в качестве тонкого праймера. Подождем немножко, чтобы он высох, и мы можем пока сделать сон, можем сделать брови, можем в принципе сделать весь мейк, кроме губ. В качестве тонального крема я сегодня буду использовать MAC Studio Fix, увидела его в студии, и прям ностальгия меня по моим самым классным годам работы визажистом, прям задела меня ностальгишка. Это потому что действительно был, ну, это культовый тональный крем MAC Studio Fix, я про него рассказывала в своих первых уроках моему ютубу, сколько, 8 лет почти. И это продукт, который очень стойкий, то есть это тональный крем, который супер стойкий, но при этом жидкий. И в свое время это был тональный крем прям прорыв. Я его плотной кистью такой пушистый нанесу. Фишка его в том, что он очень-очень-очень стойкий, он прям держится сутки. Из-за того, что он жидкий, он очень легко растушевывается, и вы можете положить тон, тонким слоем, что будет выглядеть даже естественнее, чем увлажняющее тональное покрытие. При этом у него будет хороший вот этот вот маскирующий эффект, который нам всем так важен и нравится. И все это очень-очень-очень стойко. Сейчас, когда будет демисезонный вот этот период, когда то дождь, то солнце, в принципе, стойкое покрытие особенно становится актуальным. Так что рекомендую. И очень рекомендую вообще, в принципе, иметь стойкое покрытие, потому что для там макияжа к особому случаю покрытие, конечно, должно быть именно стойким. То есть вот он застывает на лице и очень хорошо держится в доде макияжа. У меня каждый день практически съемки. Если нет какой-то официальной съемки, то мы что-то снимаем для себя или вот там для Инстаграма. И поэтому у меня каждый день покрытие всегда стойкое, потому что я должна с утра накраситься и больше вообще не думать об этом, чего и вам советую, потому что какой смысл поправлять макияж постоянно в течение дня. Кисточка, кстати, обратите внимание, клевая кисточка у Clorance. Мягкая. Вообще она не написана Be Lush, но мы же можем ее использовать как хотим, не по назначению. Она очень мягкая, очень классная, мне нравится для нанесения тона. Для румяна она тоже будет клевая, но для нанесения тона офигенно, потому что она очень легко растушевывает в себя, тональный крем не впитывает. И получается такой очень тонкий-тонкий буквально аэроэффект. И вот такие тональные кремы-стойкие, как там MAC Studio Fix, наносятся очень легко. А что еще про тональный крем стоит отметить? То, что у него очень огромная линейка. У него есть дополнительные продукты, на которые стоит обратить внимание. Например, стикер. Если вам нужно где-то уплотнить покрытие, вы можете использовать дополнительно стик или взять его для коррекции макияжа. SPF 15. И абсолютно не требует он никаких специальных действий. Ни праймеров специальных, ни специальной какой-то фиксации. Он, в принципе, дает матовый эффект сам по себе. Очень стойкий, его не надо особо закреплять. Фиксить спрея будет вообще достаточно в качестве праймера, чтобы выровнять и увлажнить текстуру кожи и поверх нанести тональный крем. Короче, очень просто. Консилер возьму Clorans. У меня здесь миниатюрка, она в моей косметичке. Это очень удобно. Один из самых клевых консилеров. Я вам тоже его не раз показывала. Он в такой достаточно большой пинстант-консилер. Очень классный. Особенно который розовый. Это 0,2 цвет. Прекрасно растушевывается пальцами, так и кистью. Прям мне очень нравится. Он очень эластичный такой, не скатывается. И хорошее покрытие дает. Обязательно вот здесь вот темные круги свои замажьте в синячки. Брови причешем. Чуть позже мы к ним вернемся. А теперь давайте, собственно, разбираться с цветом. Как сделать мейк одним цветом? Мы возьмем конкрет план, который в этом наборе, как, собственно, короче говоря, рецепт, как стать тендерлили. Чуть-чуть я возьму конкретика. Можете выдавить на коробочку, в которой он. Той же кистью, которую тонно носили, растушую и легонько нанесу на щечки. Получается такой очень нежный, неподдельный румянец. Очень свежий. Очень тоненький. У него есть такой легкий отблеск. Вот видите? Благодаря этому он выглядит абсолютно натурально. А в румянце вот это, наверное, самое важное. Важно, чтобы он не выглядел фейково. На кончик носа чуть-чуть. Вот сюда два движения прямо на спинку носа. Чик-чик. Потом возьму кисточку поменьше, нанесу на глаза. Прямо начиная со складки верхнего века и растушевывая на подвижное. Пальчиком тоже растушевываем немного. Не бойтесь красных оттенков на глазах. Если у вас черная тушь и ухоженные брови, не будут у вас глаза болезненные. Если вы много работаете у компьютера, глаза у вас, конечно, будут воспаляться. Но вам тут и без розовых оттенков на глазах нужны капли для глаз, которые будут увлажнять и расслаблять сосуды, сужать их. Это можно сделать пальчиком, можно сделать кисточкой. Самое главное, вы набираете оттенок. И накрасим ресницы. Давайте сразу накрасим ресницы. Подкрутим. И ресницы будем красить. Посмотрите, какой роскошью. Черный золото. Вот это все, вот какая-то рельефная. Это дульчик оба, новая тушь. Кирия изданная и очень черная. И очень удобная у нее щетка. Мне зико понравилась. Вот эта кремовая основа. И самое главное, яркий черный цвет. Зеркать за сюда по размеру выбрала. От корней наносим тушь. Прямо сначала на корни, корни. Вы знаете, как сделаете? Вы подставьте под корень тушь и просто глаз закройте, чтобы у вас реснички сами прошли через тушь, через щеточку. То есть вы не щеточкой по ресницам будете, а сначала наоборот, как бы ресницами с давлением пытаетесь пройтись между ворсинок, щеточки. Тогда у вас хорошо тушь будет оставаться на корнях. И благодаря этому у вас ресницы будут хорошо приподняты. Веером прям будет стоять. Плюс огромная ретушь в то, что она очень легко наслаивается. Можно ее в несколько слоев красить. А когда она подсыхает, она все равно остается такой мягкой на ресницах. Вы можете еще раз пройтись, накрасить еще один слой. И она будет очень легко наслаиваться. Как бы каждая ресничка будет просто еще одним слоем туши обрастать, не повреждая предыдущий. Пока ресницы верхние сохнут, давайте подкрасим чуть-чуть брови. Конкрет топ у меня, как обычно. Это стандартный. У меня вот сейчас брови покрашены. Могу вам показать такой небольшой типс. Если смешать 50 на 50 конкрет топ и конкрет хаки, то получается очень красивый оттенок для бровей. Такой он получается мягкий, мягкий-мягкий блонд. В общем, мы хотели его сделать постоянным для использования. Пока думаем над этим вопросом, потому что его настолько легко получить, смешав два оттенка, достаточно базовых, что пока не вижу смысла выводить его отдельно. Зачесываем брови наверх. Начинаем прорисовывать волоски только там, где это сначала необходимо. То есть вот прям есть у вас какая-то дырочка, проплешинка в брови, вот там и рисуйте. Чик-чик-чик. У основания все нормально, поэтому я здесь быстрыми такими движениями пробегаюсь. Это кисточка Наташи Шик 44. У нее она сама удобная, и у нее щеточка с другой стороны. Сразу не буду делать яркие брови, чуть-чуть с одной стороны, чуть-чуть с другой. Всегда успеете добавить. И причешем. Немного спрысну лаком для волос. Щеточку зафиксирую волоски. Давайте нижние ресницы накрасим, и может быть даже еще чуть-чуть пройдемся по верхним, чтобы они вообще были вауч. Потому что ресницы сейчас это тренд. Ватной палочкой давайте уберем туши, где она отпечаталась. Можем сделать легкую коррекцию, что в принципе в повседневном макияже не обязательно. Я сделаю, потому что люблю, когда есть скулы. Это конкрет чоколад. Вообще весь принцип этого макияжа заключается в том, что вы делаете мейк одним цветом, на щеках, глазах и губах, что ускоряет очень процесс самого макияжа. И это как раз-таки для тех, кто почти не красится. Вот это прям заявление обычно. Девушки говорят. Вот я в жизни почти не крашусь. Подберите мне мейк. Вот он. Остались только губы. А также конкрет-план из набора мы наносим. Можно накрасить губы прямо поверх лип-маск. И тогда у вас получится увлажняющая помада. Можно стереть полностью лип-маск и нанести конкрет, и тогда конкрет будет очень стойкий. Максимальную стойкость конкрет может набрать, когда у вас маски на губах, конечно же, нет, и губы сухие. Я нанесу прямо поверх маски, чтобы пролонгировать этот увлажняющий эффект. И немножко растушую контур, чтобы цвет был мягким. Мне очень нравится, когда мы выбираем такой увлажненный финиш, а когда губы немножко как будто бы растушеваны. Во-первых, потому что не надо все время думать о том, не поехал ли контур. Не поехал, потому что он и так изначально не очень четкий. А во-вторых, весь макияж выглядит более свежим и таким прям juicy, сочным. Ну согласитесь, я посвежела с начала видео достаточно прилично так. Что сделаем финально? Финально мы немножко нанесем спрея. Чуть-чуть вообще, потому что мы его уже наносили и сделали мейк стойким, и мы молодцы. Ждем, пока он высохнет, чуть-чуть пудримся и бежим по всем своим делам. Еще раз про наборы. Почему наборы покупать классно? Потому что на наборы огромная скидка. Плюс у вас урок, плюс у вас коробка, в которую вы потом дальше будете что-то складывать. Плюс ее очень приятно открывать, потому что сразу кажется, что это подарок. Тендер Лили набор это самый базовый мейк. Мейк, уход за губами и моноцвет. Все, вот вам реально только тональный крем и тушь добавить, и больше, по большому счету, то ничего и не надо. Пудра Fixed Powder локально. И совсем чуть-чуть, только чтобы зафиксировать мейк. На Т-зону, глазки чуть-чуть, чуть-чуть вокруг крыльев носа, вот сюда, вот на спинку носа. Кончик не трогай, вот этот блик создает эффект естественного макияжа, поэтому он нам нужен. Вот этот блик тоже нужен, мы его не трогаем. Можно чуть-чуть на подбородок. И вуаля, мейк готов, я готов. И плюс очень важно обратить ваше внимание мне на что? На то, что холодные вот всякие разные, лиловые, сиреневые, пыльные розы, оттенок сливы. И еще раз повторюсь, холодные оттенки сейчас более актуальны для макияжа. Надеюсь, я вам нравлюсь так же, как я себе. Надеюсь, что в вашей жизни будет человек, который будет восхищаться вашей красотой, как я сейчас своей. Это была нескромная шутка. В общем, всем весны, всех целую, всем пока. В ближайшее время еще несколько мейков весенних, для того, чтобы у вас был выбор, для того, чтобы у вас была возможность наслаивать, менять макияж, менять свое настроение вместе с этим. Так что не хандрите, не чахните, покупайте себе цветы, радуйте себя. И даже несмотря на то, что на улице слякотно, пусть у вас всегда светит солнышко. Всех целую и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok